День кошек В мире любопытные, грациозные, изящные и независимые редко подчиняются и выполняют команды человека. Но они способны реагировать на переменные настроения, развеселить и даже вылечить своего хозяина. Известно, что 80% людей всего мира предпочитают именно этих пушистых домочадцев. Почему эти животные считаются одними из самых популярных животных во всем мире? Наверное, потому что они милые. Потому что они мягкие, пушистые, такие нежные. Потому что они более такие маленькие, нуждаются в внимании, можно взять себя в руки, а не всегда ответить добром. Мышей нет. Мы живем в своем доме, и у нас мыши-крысы отсутствуют полностью. Меня так зовут! Котенок с га. Усата-полосатые часто становятся героями фильмов и сказок. Один из самых известных – кот в сапогах из анимационного кино «Шрек-2». Пушистый развоник ходит на задних лапах и орудует шпагой. Он может уцепить бдительность любого одним взглядом. Ура! Еще один – кот Матроскин. Известный персонаж – произведение детского писателя Эдуарда Успенского. Хозяйственный, рассудительный и экономный кот еще и шьет и играет на гитаре. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подименил. А в полнометражном фильме «Дорога домой» молодая пара оставляет животных на время у знакомой. Кошка с Сесси вместе с собаками Шэдоу и Шансом отправляется в путешествие. Вместе они преодолевают горы и реки, чтобы найти своих хозяев. И таких животных полно и в реальной жизни. Известно, что 10% – бездомные кошки, которых разыскивают хозяева. Остальные – 90% – брошенные или уличные с рождения. Эта черно-белая кошка оказалась на улице по неизвестным причинам, живет возле магазинов и почти не подпускает к себе людей. Руслан Сайфулин часто ухаживает за бездомными животными, поэтому мимо этой кошки пройти не смог. Каждый день играет с ней и приносит еду. Мне очень жалко этих животных. Я каждый раз практически таких вижу. И мне, конечно же, их жалко. Я, конечно же, беру некоторых и глажу, как-нибудь их тискаю. Подкармливаем, чем не жалко. Мясо, все, кости, все даем, потому что жалко животных. Бездомные кошки не живут долгую жизнь, и каждый человек может найти для них дом. Но многие пушистые создания боятся людей. И чтобы подружиться с ними, нужно показать животному, что ты не желаешь им зла. Один из таких способов – покормить. После такого знакомства это животное точно станет вам доверять. Анастасия Быч, Алексей Исаев, Алексей Кузьмин и Аркадий Коваленко. Телеканал Орленок ТВ.